Можно ли пить сырую воду из крана? Как вот заварной чай, вот такого цвета вода. Способен ли фильтр хорошо очистить воду? После пропускания через фильтр осталось небольшой запах алкоголя и жидкость практически бесцветная. Стоит ли давать детям бутылированную воду? Как вы думаете, ребенок может такую воду выпить? Нет. Можно ли пить воду из родников? Сырой эту воду я бы пить не стала. Откуда в воде появляются черви? Выпал из крана червячок. Значит, такой небольшой, коричневый, очень живой. Вода – источник жизни. Человек ни дня не может обойтись без воды. Мы ее заложники. Мы наливаем воду из крана, покупаем в бутылках в магазине или набираем из родника. Четвертого не дано. Почему источник жизни часто превращается в источник наших болезней? Где найти чистую воду? КОНЕЦ Можно ли пить воду из крана? Этот вопрос хоть раз в жизни задавал себе каждый из нас. Одни уверены – воду обязательно надо кипятить. Некипяченую воду из-под крана, ее нужно как минимум отстоять или прокипятить. Другие считают – в воде из крана нет ничего страшного. Я пью воду из-под крана. Попробуем разобраться, кто прав и что за вода на самом деле течет из наших кранов. Налейте воду из крана в стакан. Посмотрите, она слегка мутная. Если подождать пару минут, вода станет прозрачной. Из стакана начнет испаряться хлор. Хлор – химическое вещество. В малых дозах убивает вредные микроорганизмы. В высоких концентрациях является отравляющим веществом. В Первой мировой войне использовался как химическое оружие. Все мы боимся хлора. И зря. В небольших количествах он не опасен. Даже наоборот. Хлорирование воды считается самым крупным изобретением в медицине 20 века. Именно оно, а не открытие антибиотиков и инсулина, спасло больше всего жизней. В России хлорировать воду начали в 1908 году во время эпидемии холеры. Это и остановило распространение инфекции. С тех пор хлор используют все водоканалы нашей страны. Понюхайте воду. Чувствуете, она немного пахнет хлоркой? Сильный запах хлорки появляется только весной. Именно в этот период хлора в воде больше всего. Дело в том, что в это время начинаются паводки. Талая вода попадает в водозаборы. А вместе с ней – вирусы, бактерии. Проще говоря, весной вода самая грязная. Поэтому на водоканалах дозу хлора увеличивают в полтора-два раза. Если в водозабор попадет опасная инфекция, водоканал может увеличить дозу в десятки раз. Весной 2010 года в Ростовской области в резервуары засыпали в 12 раз больше хлора, чем положено. Вода не просто пахла, она буквально воняла хлором. Полностью по всему городу Семикаракорску было произведено в ночное время, с предварительного оповещения населения города, было произведено повышение содержания хлора в питьевой воде, что в принципе в 12,5 раз превышает норму. После чего утром в население началось подаваться нормальная питьевая вода. Хлор стал единственным спасением для жителей города. Вот что случилось за неделю до этого. 17 февраля 2010 года город Семикаракорск Ростовской области опустел. Люди не вышли на работу, дети не ходили в школы и детские сады. Люди на работе плохо себя чувствовали, да, тошнило, да, там, по туалетам бегали. Температура большая была, водик тетеночку. Температура 39 была, ну, дня три. Рвота! Думали, отравление какое-то. Где-то дня три я лежала, а не вставала с постели. Близнецов Сему и Степу Скворцовых забрали в больницу утром. У обоих начала кружиться голова и поднялась температура. Испорченных продуктов братья не ели, не простужались. Проснувшись, они только успели почистить зубы. А уже через час им стало плохо. Мы собрались в садик, открылась рвота. Обратились в больницу, поднялась высокая температура. И сами мы без направления отправились в Константиновское отделение. 18 февраля в больницах уже не хватало места. Машины скорой помощи подъезжали каждые 15 минут. Болели и взрослые, и дети. Даже по официальным данным, 427 человек моментально обратились в больницу. Скорая была парализована вызовом. И людям на обращение по телефону уже пытались амбулаторно их лечить. Ситуация больше напоминала фильм ужасов. Болели целыми семьями. Людям становилось все хуже. Всем заболевшим ставили диагноз ОРВИ. Но жители Семикаракорска мало в него верили. Ведь заразились даже те, кто неделю не выходил из дома. По городу поползли самые разные слухи. Там слухи ходили, то что там, то труп нашли, то еще что-то. Там, где вода, вода откуда поступает, я не знаю, как называется, там нашли труп. Несколько дней вообще никакой информации не было ни по телевизору, ни по радио. Поэтому были версии от самых фантастических о том, что было два трупа найдено в водозаборе, и весь водопровод был отравлен трупным ядом, до вполне официальной версии – первичный брюшной ТИФ. Болезнь времен революции, поэтому ее сразу засекретили, замылили. Правда выяснилась только через 4 дня. В воде, которая текла из кранов, обнаружили инфекцию – ротовирус. Ротовирус или кишечный грипп – инфекционное заболевание. Заражение происходит через сырую воду, продукты питания и воздушно-капельным путем. Симптомы – рвота, высокая температура, расстройство желудка. В 2-3% случаев заканчивается летальным исходом. В пробах, изъятых с очагов заболевания, обнаружена ротовирусная инфекция. В настоящее время отбираются также дополнительные пробы. Будет проведена судебная биологическая экспертиза. Приказ о том, что нужно увеличить дозу хлора, появился только 20 февраля. И уже на следующий день, 21 февраля, в больнице не привезли ни одного больного ротовирусом. Так как сейчас у нас введено гиперхлорирование, так как вода с дона поступает очень грязная для лучшей очистки и для обеззараживания, поэтому нам Роспотребнадзор рекомендовал делать вдвойне дозу. Ну, нас предупредили, когда уже мы все заразились. То есть было висело объявление, это не везде, конечно, что воду нельзя пить и что будет очищаться хлоркой. Хлор – палка о двух концах. Здесь важно соблюсти баланс. Положишь мало хлора – в воде останутся бактерии. Положишь слишком много – вода сама станет опасной. С началом паводков старайтесь не пить сырую воду из крана. Пропустите ее через фильтр. Если фильтра нет, то просто налейте воду в кастрюлю и дайте ей отстояться несколько часов. За это время хлор испарится. После этого обязательно прокипятите воду. Как только паводки заканчиваются, дозу хлорки в воде сокращают. Летом, зимой и осенью сырую воду из крана могут пить жители Москвы и Санкт-Петербурга. Про другие города однозначно сказать нельзя. Где-то вода хорошая, а где-то не очень. По данным НИИ, экология человека и гигиены окружающей среды, каждая третья проба водопроводной воды в России не соответствует гигиеническим требованиям. Есть несколько признаков, по которым можно определить, какая вода течет из вашего крана. Налейте воду в прозрачный стакан. Если она будет мутной, с зеленоватым или бежевым оттенком, значит, ее обязательно надо кипятить. Понюхайте воду. Если она имеет неприятный запах, ее надо пропустить через фильтр. Жители города Лоткарина пили сырую воду, варили суп и заваривали чай. До тех пор, пока из кранов не потекла светло-бежевая жидкость с червяками. А потом увидит, что это чисто. Вот они. Вот они. Вот они там. Как вот заварной чай. Вот такого цвета вода. Вот таким образом я наливаю в чайник. Ну, во-первых, вы видите, какое ситечко мелкое. Червяк уже не пройдет сюда. Анастасия Ступак к червякам из крана уже успела привыкнуть. В ее ванную и чай они попадают регулярно. У нас вот уже был третий случай, когда выпал из крана червячок. Значит, такой небольшой, коричневый, очень живой. И вот первый раз он у меня, значит, упал в ванну, когда я набирала ванну для ребенка. Второй раз мы его поймали, по-моему, тоже в ванной. А вот третий раз он у меня упал вот в этот фильтр. И я его когда вынула оттуда, он у меня еще в банке прожил, по-моему, четыре дня. Как в воду могли попасть черви? И почему они продолжают течь из кранов? Чтобы ответить на эти вопросы, мы обратились на местный водоканал. Оказалось, что в водозабор вода попадает из артезианских скважин. Ее проверяют и очищают так тщательно, что ни один червяк не проскочит. Качество воды по бактериологическим показателям у нас соответствует всем нормативам санпином. Чаще всего водоканал берет воду из ближайшей реки. Например, в Ростове-на-Дону – из Дона. В Санкт-Петербурге – из Невы. В Краснокамске – из Камы. Если реки рядом нет, воду берут из подземных источников. Например, из артезианских скважин. Путь до вашего крана вода проходит за час. За это время ее очищают и проверяют несколько раз. Способ проверки у каждого водоканала свой, эксклюзивный. В Санкт-Петербурге, например, воду тестируют на раках. В качестве гидробионтов или биотестов выбраны раки непрерывно в режиме онлайн. Контролируется сокращение сердечной мышцы животного. Оценка идет так называемого стресс-индекса. Если все в порядке, ничто животное не беспокоит, то мы видим на мониторах зеленый сигнал. Желтый сигнал – это предупредительный сигнал, а вот красный сигнал – это уже знак опасности. Раки на водоканале работают два через два. В начале смены к ним крепят специальные датчики. Это нужно для того, чтобы следить за здоровьем членистоногих. Потом раков сажают в аквариум, где постоянно циркулирует вода из водозабора. Рабочий день начинается. Если в воду попадают какие-то вредные вещества, у раков начинается тахикардия и поднимается давление. Например, если бы в Неве оказался ротовирус, как в Семикаракорске, раки бы это сразу почувствовали. В краны жителей Санкт-Петербурга зараженная вода не попала бы. Действительно была такая ситуация, когда подали не Невскую воду, где нет хлора, а воду, которая уже прошла очистку на сооружениях. Причем дали с того этапа воды, где еще хлор этот, скажем так, в каком-то избыточном количестве, животные забеспокоились. Появился на мониторах желтый сигнал. Если вода проходит испытания раками, ее отправляют на очистку. Первичная очистка колодца. Мы вот опускаем корзиночку, и она оттуда поднимает нам мусор. Дальше воду отстаивают и очищают углем. Ну, бывают еще всякие там камешки, палочки, пакеты. Самый последний этап – хлорирование. В этой воде нет ни бактерий, ни тяжелых металлов, ни вредных примесей. Ее можно пить совершенно спокойно. По идее, именно такая вода должна течь из наших кранов. Вот на сегодняшний день с Дона у нас мутность в Дону 28 миллиграмм на децимметр кубический. После очистки питьевой воде на утро 0,9 миллиграмм на децимметр кубический. Но из кранов течет совсем другая вода. Чистенькая, чистенькая, московская водичка. Дело в том, что прежде чем вылиться из вашего крана, она проходит через километры старых железных труб. Это не туннель из фильмов ужасов и не компьютерная игра. Это самая обычная водопроводная труба. Так она выглядит изнутри. На стенах – ржавчина, наросты и даже ил. Все это может попасть в воду, пока она дойдет до вашей квартиры. По пути вода меняет структуру и загрязняется. Ржавчина и наросты смываются со стенок и попадают в воду. А если в трубе есть хоть небольшая брешь, то в нее вполне могут заползти черви. Так и произошло в городе Латкарина Московской области. Черви попали в кран из старых труб. Сказали, что в трубе есть где-то брешь. И возможно, что когда идет сильный напор, там вроде как все смывает. А когда напор слабый, вот они как-то в этот брешь попадают. Правда, коммунальщики латать дыры в трубах не торопятся и уверяют жителей – черви – признак чистой воды. Черви, они не влияют на бактериологическое состояние. С точки зрения бактериологии вода чистая. Обычная микрофлора, которая, кстати, по заключениям микробиологов, она содержится во всех организмах, в том числе и в человеческом организме. Раз вода чистая, и это подтверждено червями, то мы предложили начальнику водоканала самому сделать пару глотков. Я просто ее набрала из-под крана. Просто из-под крана? Да. Николай Петрович, раз вы говорите, что вода безопасна. Может, она попьет у нее? Да вам зачем? Ну, вы знаете, я же сказал. Без фильтра не пьет. Да, сырую воду, вы сами не пьете. Слебая. Не надо. Попить чистой воды с червяками начальник Латкаринского водоканала почему-то не захотел. Зато он пообещал нам в ближайшее время избавить жителей от червей. Просьба к жителям города. Если вы обнаружили у себя каких-то червячков, другие микроорганизмы, мы готовы обратиться в институты, которые бы порекомендовали методы борьбы с ними. Черви попали в кран через трубы, подходящие к домам. Менять их должен Жек. Но у коммунальщиков, как всегда, нет денег. Трубы они поменяют не раньше, чем через два года. А пока жители Латкарина, по мнению Жека, должны смириться с червями в кране. Мы написали письмо в администрацию города Латкарина. После нашей жалобы они обещали заставить коммунальщиков поменять трубы в ближайшее время. Мы будем следить за развитием ситуации. Если из кранов в вашем доме регулярно течет плохая вода, то напишите жалобу в ЖЭК. Сдайте воду на анализ в СЭС. Такой анализ проведут бесплатно. Если воду признают непригодной для питья, оплату за воду из счета ЖКХ должны исключить. Многие думают, что из горячего крана течет так называемая техническая вода. Якобы она не предназначена для питья, поэтому ее хуже очищают. Это не совсем так. Горячая и холодная вода очищаются совершенно одинаково. По сути, это одна и та же вода. Есть только одно отличие. В горячую воду добавляют реагент антинаки, чтобы на трубах не появлялся известковый налет. Ничего страшного в горячей воде нет. Пить ее можно, но не нужно. Вашему желудку антинакипин вряд ли необходим. Как ни странно, вода – продукт сезонный. Вроде и выглядит одинаково и течет из одного крана, но в разное время года она сильно отличается по составу. В начале весны, во время паводков, в воду чаще попадают инфекции и вирусы. А в начале лета, когда начинается судоходство и посевная, в реках оказываются нефть и пестициды. Они из воды никуда не денутся, сколько ее не кипяти. Вместе с хлором они образуют опасные хлороорганические соединения. Убрать их из воды может только фильтр. Из крана течет ржавая вода, а покупная стоит как бензин. Может, воду проще фильтровать самостоятельно? Фильтр кувшины, насадки на кран, тройки, угольные, мембранные, ионообменные. Сегодня очистка воды – это целая индустрия. Можно купить фильтр за 600 рублей, а можно за несколько тысяч долларов. Есть спрос, есть и предложение. Торговать фильтрами выгодно. Идеальный фильтр. Убирает из воды только вредные вещества, а полезные минералы и микроэлементы оставляет. Такое чудо-прибор Виктору Новосардову продали за 10 тысяч рублей. Пластмассовое устройство, в которое помещены два фильтра, включены в розетку, и через какое-то время получается небольшой налет темного цвета, маслянистого. Вот эти вещества, которые вредны нашему организму, здесь явно выведены. То есть это было наглядно и очень было ярко, красочно для меня. Это впечатлительно. Меня это очень впечатлило. Многочисленные фирмы, торгующие данными фильтрами, обещают не просто чистую воду, но они обещают, что после обработки данным фильтром вода будет обладать чудодейственными свойствами. И данная вода будет излечивать едва не каждое заболевание, начиная с депрессии, заканчивая раком. Виктор купил фильтр. Пил, как ему казалось, целебную воду регулярно. Но здоровья не прибавлялось. Мало того, фильтрованная вода точно так же пахла хлоркой, как и вода из крана. Тогда Виктор обратился к нам в программу «Среда обитания» и принес чудо-фильтр. Итак, еще состоит уникальный прибор ПСЛ-1, я как называю, НБЛ, на гнице брехня летит. Он состоит из мозга, это значит адаптер, из пластины вот такой, не знаю, что это такое, как назвать правильно. Это пластинка, где кипит, выкипает вода и потом очищается. Из такого вот бублика, это вторая очистка прохода фильтрации. Из магнитной такой воронки, через которую проходит вода, тоже очищается, якобы там что-то меняется, какая-то молекулярная система. И еще одна очистка, это забор шланов, как говорится. Мы позвонили в военную академию, где, по словам продавцов, разработали это устройство. Но там про фильтр для воды услышали впервые. Вы к ним отношения не имеете? Мы не имеем, даже не знаем. Это очень часто, знаете, какие-то там в аптеках что-то продают и пишут, что разработано на военно-настоящей академии. Ага, понятно. Просто рекламный ход какой-то. Тогда мы отправили фильтр на анализ в лабораторию. Эксперты сравнили результаты воды до фильтрации и после. Оказалось, что вода не изменилась вообще. С таким же успехом Виктор мог цедить воду через марлю. А то, что показывали легковерным покупателям, обычный фокус. Это просто фокус. И следует помнить, что не стоит попадаться на такие уловки. И каких-либо современных, кардинальных способов доочистки воды, конечно же, не существует. Но люди расстаются с определенной суммой из своего кошелька для того, просто чтобы помочь производителю. С заключением лаборатории мы отправились к продавцам чудо-фильтра и потребовали вернуть Виктору потраченные деньги. Если вы говорите, что наша вода вредит вашему здоровью или чему-то, давайте мы поступим совершенно, так сказать, цивилизованным другим способом. Вы нам письменно напишите, в чем проблема. Предоставьте документ, наверное, копию документа, на основании чего подорвалось ваше здоровье. Мы это рассмотрим и в письменном виде вам предоставим. Мы помогли Виктору составить жалобу. Один экземпляр мы отправили производителям, второй – в ОБЭП. Через неделю Виктору вернули деньги за чудо-фильтр. Нормальные производители не станут приписывать фильтрам фантастические свойства. Но они обещают – фильтр очистит воду от любых загрязнений, которые могут быть в воде. Мы решили это проверить. Это центр Санкт-Петербурга, набережная Невы. Самое грязное место реки. Здесь мы набираем несколько литров воды. Пропускаем ее через три самых популярных фильтра. А потом предлагаем выпить участникам эксперимента. Роль подопытных кроликов мы предлагаем самим производителям фильтров. Мы сейчас снимаем фильм про воду и хотим провести такой эксперимент. Мы наберем воды из реки, из Невы. И хотим, чтобы вы ее выпили после того, как мы пропустим через ваши фильтры. Но двое из трех отказываются от участия в эксперименте. По их мнению, воду все равно надо кипятить. Даже после фильтра воду все это желательно было бы кипятить. Соглашается только один, но с условием. Чистить воду будет фильтр «Тройка» с тремя насадками. Одна фильтрует бактерии, две другие – химические примеси. Сейчас технолог Кирилл Смирнов пьет сырую воду из Невы, пропущенную через фильтр. Запаха нет. Чистая вода. Теперь мы усложняем испытания. Пропускаем через чудо-фильтр дешевый портвень и колу. Сможет ли он превратить их в чистую воду? Вода из вина получилась прозрачная, но с легким винным запахом. Кола посветлела. Остался только сладковатый привкус. После пропускания через фильтр осталось небольшой запах алкоголя и жидкость практически бесцветна. Во втором случае мы удалили из напитка все сахара, практически все красители. Напиток также практически без вкуса и цвета. Действительно, тройной фильтр защищает от металлов, хлора и даже кишечной палочки. Но вирусы он не задержит. Эксперт рисковал. Если бы в Неве оказался ротовирус, как в Семикаракорске, то он мог бы оказаться на больничной койке. Есть фильтр, который чистит воду действительно от всего. Он называется обратный осмос. Этот фильтр делает воду практически стерильной. Через него не пройдет даже вирус типа холеры или гепатита. Просочится только молекула воды. Но эксперты Центра питьевой воды называют такую воду мертвой. И пить ее каждый день не советуют. Ведь полезные и необходимые организму микроэлементы, фтор, магний и кальций, в процессе очистки тоже отсеиваются. Но для питья такой воды, пищу, мы, конечно, не рекомендуем. Потому что в результате экспериментов, которые приводились, например, на мальках рыб, можно было заметить, что через поколение рыбы практически становились бесплодными, которые содержались в такой воде. И корневая система растений угнетается при поливе такой водой существенно по сравнению с поливом обычной водой. В домашних условиях в таком фильтре и нет особой необходимости. Достаточно фильтра-ковшина. Большинство из них очищает воду от металлов и химических примесей. От бактерий такой фильтр не защищает. Но это и не нужно. С ними обычно справляется и водоканал. А если вы воду еще и прокипятите, то бактерий в ней точно не останется. Картридж в фильтре-кувшине нужно менять раз в два месяца. Иначе фильтр сам станет рассадником заразы. Разные фильтры будут служить по-своему. Есть фильтры, которые забьются и перестанут пропускать воду. Есть фильтры, у которых вы не сможете оценить, продолжает он фильтровать воду и очищать ее или нет. Перед тем, как покупать фильтр, надо определить, какая вода течет у вас из крана. Она бывает трех видов. Жесткая, железистая и мягкая. Посмотрите на дно из стенки чайника. Если там много накипи, значит вода в вашем кране жесткая. Такая вода в Москве, Перми, Ростове-на-Дону. Загляните в ванную и раковину. Если на сантехнике вот такие бурые потеки, значит вода железистая. Как правило, ее берут не из рек, а из артезианских скважин. Помойте руки с мылом. Если вам кажется, что мыло не смывается и руки приходится полоскать несколько раз, значит вода мягкая. Такая вода в Санкт-Петербурге, Мурманске, Владивостоке. Перед покупкой фильтра посмотрите на коробку. Сбоку на ней есть вот такая отметка. Она говорит о том, для какой воды предназначен фильтр. Мягкой, жесткой или железистой. Некоторые не покупают фильтр, а чистят воду сами. Например, кладут в нее серебряную ложку или монету. Еще моя бабушка так воду чистила. Мы решили проверить, миф это или правда. Работает ли народный способ очистки воды? В два сосуда наливаем обыкновенную воду из крана. В один из них опускаем серебряную ложку и оставляем на подоконнике. Прошло пять дней. Вода, в которой не было серебра, стала мутной. У нее появился неприятный запах. Во втором сосуде вода осталась свежей и прозрачной. Это токсичный металл, который обладает бактерицидными свойствами и имеет способность подавлять как патогенную микрофлору. То есть микроводоросли не будут образовываться в емкости, где содержится серебряная монетка или серебряная ложка. Наш эксперимент показал, серебро сохраняет воду и даже убивает некоторые бактерии. Но пользоваться этим народным методом эксперты не советуют. Следует помнить о том, что класс опасности серебра выше, чем, например, класс опасности железа. Например, для детской питьевой воды, так называемой, серебро категорически запрещено в качестве консерванта и вообще категорически запрещено для использования в детском питании. Вода в бутылках. Она бывает двух видов. Минеральная, та, которая на вкус немного солоноватая, и обычная питьевая. От 10 до 30 рублей. Столько стоит пол-литровая бутылка питьевой воды. Но в половине случаев мы платим эти деньги за обычную воду из-под крана. Почти такую же, что течет в нашей ванной, только пропущенную через угольный фильтр. Эта вода чистая и безопасная. Вопрос в другом. По идее, на этикетке надо писать крупным шрифтом. Вода водопроводная, очищенная. Только вряд ли мы бы покупали такую бутылку за 30 рублей. По закону, производители обязаны указывать на этикетке, откуда вода. Они это и делают. Но большинство пишут так, чтобы никто не догадался. Давайте посмотрим на эту этикетку. Здесь, например, указано. Вода очищенная, из артезианской скважины. Попробуйте угадать, что это значит. Думаете, это вода из источника? Нет. На самом деле, это вода из крана. И что самое интересное, производитель нам не соврал. Просто водоканал, который подает воду в кран, берет ее из артезианской скважины. Очень часто на бутылиерной питьевой воде указывают, что эта вода обладает какими-то там пленными свойствами и так далее. Как правило, это не соответствует действительности. В чем производители, как правило, не лукавят, это в указании состава воды. То есть состав воды, я думаю, что в процентах 95% в примерном случае, указан изготовителем правил. Берем с полки следующую бутылку. Тут написано «Вода, обогащенная солями и микроэлементами, необходимыми для человека». Вы считаете, что это уж точно не водопроводная? Опять ошибка. В любой воде из крана есть и соли, и минералы. Их нет только в дистиллированной воде. Возможно, стоило бы обязать производителей писать на этикетках «Вода водопроводная». Тогда мы бы точно знали, что именно покупаем. Тем более, что подобный опыт уже есть. В 2008 году вышел новый технический регламент на молоко. По нему молоко может называться только натуральное молоко, а не порошок, разведенный водой. Этот закон работает. Порошковое молоко практически исчезло с прилавков. Питьевая вода просто золотая жила. Как ни странно, именно поэтому ее почти не подделывают. Проще получить лицензию и легально разливать водопроводную воду в бутылки, чем рисковать свободой. Совсем другая ситуация с минеральной водой. Наладить легальное производство довольно сложно. Нужно найти источник, сдать воду на экспертизу и доказать, что она уникальна по составу. По данным Союза производителей безалкогольных напитков, треть минералки, которая продается в магазинах, фальшивая. Вот лидер, конечно, по количеству фальсификата в стране – это минеральная вода и хинтути. Они, причем, бывают разных там номеров. Примерно три четверти воды, которая продается под названием хинтути, таковыми не являются. В доме производственной линии также имеется склад готовой продукции. В городе Щелково работал подпольный цех, в котором производили опасную минералку. На фальсификаторов сотрудников УБЭПа вывели врачи. К ним все чаще стали поступать больные с одинаковыми симптомами. Боль в желудке, тошнота, слабость. Все накануне пили лечебно-столовую минеральную воду. Что вы здесь делаете? Я имею в этикетки на латерство бутылки. Подпольный цех каждый день выпускал три тысячи бутылок фальшивой минералки. Производство наладили в подвале заброшенного завода. В грязных, ржавых ваннах водопроводную воду смешивали с солью и содой. Потом разливали в бутылки с названиями известных брендов. Вода мешается с сода с содой? Сода мешается с какой водой? Вот обычная. Обычно как это происходит? В ведре мешается, да? Да. И в дальнейшем куда поступает? Из ведра. Из ведра. Подпольный цех в Щелково закрыли только тогда, когда в городе начались массовые отравления. До этого он спокойно работал несколько лет. Отличить фальшивую минералку от настоящей можно в магазине. Светлана Абикова. Советник по качеству Союза производителей безалкогольных напитков. 25 лет проработала в Пятигорске. Знает там каждую скважину. С одного глотка определяет, из какого источника взята вода. Может опознать фальшивку по этикетке. Вместе со Светланой мы идем в магазин. Она найдет на прилавке настоящую воду и покажет, как отличить ее от фальшивки. Это не эссентук. Ну, это вода Нагудского месторождения. Она не должна называться эссентуками. Вода эссентуками называться не имеет права. Она из Нагудского месторождения. Ну, ходи к нему, делала. Посмотрите внимательно. Вот эссентуки-17. На этикетке стоит значок номер. Это настоящая вода. А вот здесь, перед цифрой 17, тире и кружочек. Это фальшивка. Эти эссентуки-17, тире стоит, и разливаются на эссентуках. Они на эссентукционном месторождении. Скважина 47. Должна быть скважина 46. Следующий прилавок. Значит, скважина 74-Б. Эссентукский участок не находится на Железнодорском месторождении. Причем, значит, и вода в этом не должна называться славянская. Место разлива воды. По нему тоже можно определить настоящую воду. Ее практически всегда разливают там, где добывают. То есть, к примеру, вода из Пятигорска должна быть разлита в Пятигорске, а не в Подмосковье. Ессентуки разливают только в ессентуках, а нагутскую только в нагутах. Кроме того, на этикетке должен обязательно быть указан номер скважины, откуда взяли воду. Если мы проведем химический анализ на ионокатионный состав, то увидим, что эта вода отличается. Тяжелого вреда питье то или другое воды не нанесет. Это все лечебно-столовые воды. Но по качеству они отличаются. И показания по разным видам заболеваний разные. Этикетка – третий признак, по которому можно отличить настоящую минералку. Посмотрите внимательно на бутылку. Этикетка должна быть наклеена аккуратно, а на ней вот такие выдавленные названия или простая перфорация. Детская вода – особенная вода. Ее проверяют очень тщательно. Перед тем, как попасть в бутылки, она проходит два дополнительных этапа очистки. В ней нет ни бактерий, ни тяжелых металлов, ни хлора. Зато встречаются другие неожиданные компоненты. Обычный фантик в бутылке детской воды нашла москвичка Елена Федорова. Я заказываю детское питание, и продукты, и подгузники, и поэтому воду решил тоже там заказать. Мне ее доставили на дом. Я стала разбирать сумки и обнаружила, что в большой пятилитровой воде детской плавает фантик. Фантик очень удивилась, да, потому что детское питание. Рассчитывала, что за детским питанием контроль ведется лучше, чем за взрослым. Неизвестно, кто эту шоколадку, кто-то ее туда положил. Посмотрите внимательно. Крышка запаяна заводским методом. Значит, фантик не мог попасть в бутылку в магазине. Воду с мусором разлили на заводе. Если в воду умудрился попасть фантик, то неизвестно, что еще могло там оказаться. Как в детской воде, которая, по идее, должна проходить несколько этапов очистки, мог оказаться мусор? Этот вопрос мы решили задать производителям. С собой на съемку взяли вещественные доказательства. Бутылку с фантиком внутри. Вода детская. Как вы думаете, ребенок может такую воду выпить? Нет. Он подавится, да, фантиком? А как он попал туда вообще, в детскую воду? Адрес стоит ваш. Вы говорите, что вы не имеете в воде никакого ответа. Я не говорю. Сначала производители пытались доказать нам, что вода фальшивая. Но потом признались. Воду с мусором выпустил их завод. Но как в бутылке оказался фантик, ответить не смогли. Фантик – это такой форш-мажор, ну, просто не обсуждать. Такого у нас никогда не было. Поэтому нам еще больше, чем вам, интересно, потому что претензий к нам очень много с этим фантазом. Интересно, откуда он туда попал. Воду мы отправили на проверку в местное отделение Роспотребнадзора. Анализы показали. В воде нет вредных примесей, тяжелых металлов и бактерий. Там есть только один посторонний предмет – фантик. Но он абсолютно безопасен. Этой водой не отравишься. Звучит странно, но по закону фантик в воде не является серьезным нарушением. Неприятно, но не смертельно. По нашему заявлению, Роспотребнадзор проведет проверку на заводе. Если там найдут нарушение, то предприятию придется выплатить штраф. Закрыть завод могут, только если кто-то отравится водой. Если вы обнаружили в бутылке с водой посторонний предмет, напишите заявление в местное отделение Роспотребнадзора. Они проведут экспертизу. Даже если вода окажется безопасной, производитель обязан вернуть вам деньги. Если вода представляет угрозу для здоровья, смело идите в суд за моральной компенсацией. Зачем покупать воду из источника, если можно самому набрать ее из родника? Она не пахнет хлоркой, и за нее не надо платить. Мы воду набираем в этом роднике раз в неделю, используем ее во всем, в приготовлении пищи, супы варим. Дети прям так пьют ее, не кипяченную. Водичка теперь стала грязной, и у нее полно микробов. Действительно ли ключевая вода лучше водопроводной? И нужно ли ее кипятить? Мы решили это проверить. Набираем воду из четырех самых популярных родников Подмосковья. на севере, юге, западе и востоке области. Сейчас мы отбираем пробу в одном из родников Московской области. Проба отбирается следующим образом. Первая бутыль воды сливается, чтобы ополоснуть емкость и избежать каких-то мешающих элементов при анализе или избежать ошибки при анализе. Все четыре пробы воды мы отправляем в лабораторию испытательного центра питьевой воды. Сейчас эксперты расскажут нам, опасно ли пить ключевую воду. Образец номер один. Северный родник. Ключ бьет практически в мусорной яме. Вокруг валяются окурки и мусор. Трудно поверить, что вода из этого родника будет чистой. Тем не менее, этот образец воды понравился экспертам больше остальных. Она действительно лучше, чем вода из крана и даже чем покупная вода в бутылках. Образец номер один является прекрасным источником питьевой воды по всем показателям, кроме нитратов. Вода не содержит никаких вредных примесей и, естественно, может являться источником для питья, приготовления пищи. В данном случае образец воды гораздо лучше подавляющей большинства образцов бутилированных вод, представленных в настоящее время на отечественном рынке. Образец номер два. Вода из природного источника на юге Подмосковья. Ключ выглядит аккуратно. За водой очередь из людей с канистрами. Все наперебой расхваливают родник. Вода в речке там, а здесь вода идет из-под земли. Она чистая, очищается. Ее мы пьем. По мнению экспертов, вода в этом ключе вкусная. Но назвать ее полезной нельзя. В ней слишком много нитратов. Нитраты. Соль азотной кислоты. Накапливаются в продуктах и воде при избыточном содержании в почве азотных удобрений. Нитраты попадают в воду с полей. Растения поливают азотными удобрениями. Они впитываются в почву и в грунтовые воды. А уже оттуда в родник. Образец воды номер два. Также не содержит вредных примесей, вредных веществ. Прекрасно сбалансировано по составу макро-микроэлементному. Содержит соли кальция, магния в разумных пределах. Но в то же время содержание нитратов достигает 58,4 миллиграмма на литр, что, соответственно, 13 миллиграмм выше нормы. Третий образец из родника на западе Подмосковья. Та же самая история. Вода вкусная, с полезными солями и минералами. Но и в ней нитратов больше, чем положено. Образец номер три. 50 миллиграмм на литр. Вместо 45 по нитратам. По всем остальным показателям, также никаких превышений не выявлено. И помимо нитратов, все, соответственно, может употребляться в пищу без ограничений. Родник на востоке Подмосковья. У местных жителей он пользуется бешеной популярностью. Воду пьют даже не кипятя. Я воду эту пью уже очень долго. И хранила ее. И в течение года проверяла, как она... Она не портится, вода. Я пью, дочь у меня пьет, сын пьет. Мы все-все пьем эту воду. Но именно в этом образце эксперты нашли кучу вредных веществ. Пить эту воду нельзя даже после кипячения. Самое существенное превышение по нитратам. Почти на 20 миллиграмм превышено. И мутность данного образца воды 36,5 единиц. При предельно допустимой концентрации 3,5. Это говорит о том, что в воду попадают какие-то взвеси. То есть это могут быть сточные воды какие-то. Наш эксперимент показал. Хорошая вода может оказаться и в неприглядном с виду роднике. А вот место вокруг источника имеет значение. Если в радиусе километра вокруг ключа есть колхозное поле, то в воде могут быть нитраты. А если поблизости проходит трасса, в родник попадают и тяжелые металлы. И то, и другое опасно. Листки с результатами анализов мы развесили около всех родников, которые проверили. Теперь местные жители будут точно знать, какую воду они пьют. Что же пить? Хлорированную воду из крана или воду из родника с нитратами? Из двух зол лучше выбрать меньшее. От хлора воду можно очистить самым простым фильтром – кувшином. А от нитратов и тяжелых металлов избавиться практически невозможно. Вода – источник жизни. Но она вполне может превратиться в источник болезней. Поэтому помните, с началом паводков с марта по июнь, в зависимости от региона, старайтесь не пить сырую воду из-под крана. В ней двойная доза хлора. Пропустите ее через фильтр, а затем прокипятите. Определить качество водопроводной воды можно самостоятельно. Если она будет мутной, с зеленоватым или бежевым оттенком, значит, ее обязательно надо кипятить. Если она имеет неприятный запах, ее нужно пропустить через фильтр. Если фильтра нет, то просто налейте воду в кастрюлю и дайте ей отстояться несколько часов. За это время хлор распарится. Фильтр нужно выбирать индивидуально, в зависимости от того, какая вода течет в вашем городе. Перед покупкой фильтра посмотрите на коробку. Сбоку на ней есть вот такая отметка. Она говорит о том, для какой воды предназначен фильтр. Мягкой, жесткой или железистой. В бутылках нам часто продают обычную воду из крана. Стоит ли платить за такую воду, решайте сами. Если в радиусе километра вокруг родника есть колхозное поле, то в воде могут быть нитраты. А если поблизости проходит трасса, в нее попадают и тяжелые металлы. Говорят, кто не рискует, тот не пьет. Если соблюдать эти простые советы, можно пить воду без всякого риска. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...